Я приехал только что с вокзала, уже скупался, и в общем я уже, да, на квартире, на которой буду жить. Что хочу сказать, никогда в жизни с таким комфортом я до Одессы не доезжал, потому что было очень прохладно, была великолепная пасмурная погода, когда кондиционер не работал, он там даже не был нужен, что круто. И были вменяемые, но очень смешные соседи на самом деле, мне все очень понравилось. Что касается планов, то я сейчас иду на пляж, я очень хочу покупаться, особенно в бассейне, потому что я не люблю купаться в море, когда есть рядом бассейн. Собственно, да, я уже одет, готов и выхожу, поэтому встретимся уже там. Я сейчас иду по Аркадии, погода великолепная, все великолепно, все очень красиво. И да, я наконец-то наклеился без стекла нестукленки на телефон, я очень давно хотел это сделать, так как моя пленка износилась, я их уже была примерно года два. Там уже протиралась дырка от места, где строишь ленту ВКонтакте, и наконец-то я наклеил, я очень доволен. Вот вы такие думаете, а что это за тени такие круглые? А вот это что, посмотрите, какая красота, это охренеть. Время уже к 11, начинает очень сильно подпекать, и вообще солнце лезет в глаза. Я знаю, сейчас не самое лучшее время для съемки, но я хочу с вами поделиться всем, что я сейчас вижу, что сейчас я чувствую, и я надеюсь, вы чувствуете эту теплоту, это солнце вместе со мной, это очень приятно. Короче, все, я уже вышел с пляжа, я так знатно обгорел, потому что реально, надо каждый раз, когда ты первый раз идешь на пляж, нужно мазать лицо кремом. А я, как обычно, этого не делаю, поэтому вот что с моим лицом. И с телом тоже. Данил Сеньоро Помидоро. Так вот, еще хочу сказать, сегодня была великолепно странная погода, очень странная, я, наверное, это сказал, великолепно странная, но, еще не было жарко, и в то же время было на самом деле прохладно. И, короче, была, как говорит прогноз, умными словами, переменная облачность. А, куда я вышел? Куда лети-то? А, все. Сейчас я снова еду по Аркадии. Еще раз повторюсь, обгорелый, как вообще, краб, мор, шрак. Кто еще? На улице очень сильный поднялся ветер, очень похолодало, я надеюсь, все меня слышат прекрасно. На самом деле, да, если кто был в Одессе лет восемь назад, все помнят, какая была Аркадия, сейчас Аркадия просто великолепная, куча всяких магазинов, куча людей, все цивильно, все красиво, аттракционы, еда, подарки, какие-то надувные круги, все для пляжа, что не может не радовать просто. Идешь, просто получаешь кайф от того, где ты находишься сейчас. Что касается того, что происходило сегодня на пляже. На пляже сегодня вообще практически было людей по минимуму, что, наверное, странно, но сегодня будний день, поэтому ничего особенного. Погода была сегодня очень классная, в плане, была переменная облачность, но как бы было жарко, потом захотело солнце за туч, и становилось прохладно, но когда было прохладно, из воды было лучше не выходить, потому что ветер тебя тут же сдувал, и такой, господи, как холодно, спасите меня просто! Я надеюсь, меня слышно. Да, я сегодня, наконец-то, я, наверное, уже год хотел суши, которые называются Филадельфия или Калифорния. Я не помню, я не различаю, но они для меня просто одинаковые. Все слишком громко. Да, очень непривычно идти снимать влог, люди так все смотрят, но на самом деле все равно. Что еще? У меня еще болит, кстати, башка от солнца. Я думаю, мне напекло, потому что... Или я перекупался, когда я всегда, когда купаюсь в первый день, у меня очень болит башка, потому что, как бы, я не знаю, от чего так происходит, просто я люблю очень нырять, типа, и из-за того, что я ныряю, у меня постоянно болит башка. Да, да, сейчас, кстати, погода конкретно испортилась, на самом деле, такие дучи нагнало, пипец. Но людей все равно очень много. И все хотят помахать мне в влог, да. Да, ну и видок у меня, конечно. В общем, такие дела. Собственно, сейчас я еще покажу, как облагородили Аркадию, и я просто хожу, и такой, господи, как красиво. Нет, вы просто посмотрите на... А, эти зонтики. Это очень круто. А еще, когда солнце, здесь такие, как... Одни круглые тени. Это так мило, боже. Мне кажется, я потерял всех своих. О, да, еще я пил сегодня мохито, который был с клубничным сиропом вроде. Это очень вкусно. Но на самом деле был немножко сладковат, потому что я люблю мохито, который такой свежий, кислый. Я вообще кислая, острая, или такое. Он был немножко сладковат, что мне не очень понравилось, но он был очень вкусным. Да. Такие дела. И да, напишите внизу в комментариях, если вы были, или если вы живете в Одессе, и бывали на Аркадии, как вам новая Аркадия? Потому что мне она безумно просто нравится. Я хожу тут просто кайфую. Я даже уходить сюда не хочу, серьезно. И да, что касается планов, сейчас мы идем в ресторан, который имеет самое милое название, которое когда-либо слышно в общей жизни. И ресторан называется «Счастье!». Боже мой, это так великолепно! Счастье! Вы знаете, вы только туда приходите, и вы осознаете, что в ресторане под названием «Счастье», и у вас уже улыбка до ушей, потому что, блин, это дает такой вообще заряд какого-то позитива, я не знаю. Поэтому, да, куча людей, слишком много людей. Мне серьезно кажется, что я потерял своих, я их вообще не вижу. И да, вышло солнце, и опять очень, люблю непредсказуемую погоду. Я, кстати, никогда не был в 8D Cinema. Это там где, типа, 4 кресла, и тебя качает, там вода, какие-то запахи, все дела. Я очень хочу пойти, но я никогда не был. И да, я, кстати, очень хочу Попытаться на Гира Скутере, или как это называется Какая досточка с тюрьма колесиками Электронная, типа ты как-то едешь на ней Я даже не знаю, как на ней ехать Я не понимаю Может у нас пультом каким-то Рак вообще, пипец, Данил Здравствуйте Ой, я чуть не упал, класс Собственно, я вижу своих Наконец-то Ну, знаете, как пахнет после дождя Таким, как, не знаю, морем Точнее, нет, как пахнет перед дождем Морем такой, влагой, чем-то таким Очень свежим, вот Вот так пахнет сейчас Конечно, может быть, так пахнет, потому что Я нахожусь сейчас возле моря, но это не факт Сейчас такое произошло, господа Подождите, девочки сказали А можно с тобой сфотографироваться? Я даже не знаю, кто это был Это вообще чё? Я только что узнал, что в Цитрусе есть такая штука Когда можно брать электронные скутеры И те же самые гироборды, о которых я только что говорил На прокат и кататься на них Но я очень хочу покататься на скейтборде Мне не важно, какой это будет Лонгборд, скейнеборд, обычный скейт Пеннеборд, точнее, простите Но очень хочу, я хочу купить, научиться кататься Я думаю, это круто И как бы даёт какой-то заряд на лето Какого-то позитива, я не знаю Но Это Очень круто И да, что касается этих девочек, которые со мной попросили фоткаться Я же не растерялся, я же поцеловал их Да Бабник Сейчас мы идём в ресторан счастье, который называется Который я уже упоминал сегодня днём И боже, я иду И несмотря на то, что мне после пляжа было очень плохо Я обгорел, у меня очень болела башка Походу был солнечный удар Но это не важно, потому что я сейчас иду в ресторан под названием «Счастье» Серьёзно, только вдумайтесь Счастье Ты туда идёшь, и ты уже как бы счастлив У тебя уже в голове что-то такое дёргает Что как бы вызывают у тебя какие-то положительные эмоции Я на самом деле есть не хочу вообще Ага, конечно Я думаю, даже не знаю, что я там скажу Но, как бы да Пипец морда обгорела Ах да, сегодня, точнее сейчас опять поменялась погода Потому что был дикий ветер и будет дико холодно Сейчас опять жарко Как знаете, жарко я сижу одновременно То есть хорошая погода на улице Я не понимаю погоду в Одессе Это просто что-то Давай сначала сюда, потом туда Обратно, быстро Обгорелая морда Всё очень плохо Знаете, я такой человек, который просто безумно радуется мелочам И вот так же вот Я наклеил стекло И я до сих пор его щупаю мацию Не могу понять, что это вообще Как вообще, почему такое хорошее изображение После моей подёртой плёнки Да, то есть я, наверное, ещё буду мусолить эту тему С стеклышком дня три Но я реально, я безумно рад, что я поменялся без стекла Серьёзно, это странно Очень странно Почему ли там стоит Дед Мороз? Я не знаю Уходим А это тот самый ресторан счастья, о котором я вам рассказывал Я всем советую туда сходить, потому что там супер добрая и светлая атмосфера И очень вкусная еда Поверьте мне И да, так как я самый главный фанат Салта Цезарь Я заказал его там И он был просто очень вкусный Собственно, всё Это конец моего первого дня пребывания в Одессе Надеюсь, он вам понравился А я иду спать, потому что я очень устал Не спал два дня И да Спокойной ночи Всем пока Доброе утро А вот, собственно, господа, и вид с моего окна Это улица Греческая А здесь, за деревом, почему-то написано Екатерина Почему написано, я не знаю Собственно, да Вот он, собственно, я Вот там Чуть дальше из-за угла Докладывается торговый центр Афины И кафе-шкаф А, нет, это не кафе Это ночной клуб, который называется Шкаф И да, здесь очень охреново В пятницу, в субботу Когда выходят все на улицу покурить И такой шум Это просто можно охренеть Ну, это не страшно Я думаю, да А вот он Ещё раз Посмотрите на это великолепно Это очень красивое здание Ну, вообще Ну, и, конечно, дорого Где-то люди Машины И Данил Привет всем На второй день мы снова поехали на пляж По дороге туда Мы нашли просто отличнейший магазин со сладостями Вы только посмотрите, сколько их там Стыдно говорить, но даже руки немножко тряслись Мда, такие дела А когда мы прошли немного дальше Мы нашли магазин с мороженым Который отдел Прямо там Оно очень свежее И очень вкусное Я взял клубнику и ананас Вы знаете, в английском языке Есть такое выражение Которое гласит To fill yourself like spirit in heaven Что на русский переводится Быть на седьмом небе от счастья Так вот Я сейчас понимаю, как это Это просто великолепно И очень рад находиться в том месте Которое вызывает у меня столько позитивных Положительных эмоций В месте, в котором я отдыхаю Не только телом, но и душой Где получаю абсолютный заряд Всего самого Светлого Что может быть И поэтому, да Я очень благодарен Общей судьбе и жизни За то, что я нахожусь сейчас здесь Для меня это очень важно И Собственно, да Я в рай А вот прошел еще один День на пляже в Одессе Что хочу сказать Я еще сильнее Обгорел Хоть и лежал я под зонтом Но это неудивительно, что обгорел Потому что у меня такой тип загара Что я Сначала очень сильно обгораю А потом становлюсь Очень коричневым Буквально там за 3-4 дня Я уже такой, как шоколадка Что касается погоды Сегодня опять Что-то случилось непонятно Сначала было Очень жарко Очень тепло Сейчас опять небо затянуло Тучами И такими тучами Которые похожи Как перед дождем Но прогноз погоды Дожди не было Просто прохладно И не палит солнце И да Я обожаю эту погоду Это самая лучшая погода для меня Когда есть ветерок Когда нет солнца И когда Небо Закрыто облаками Да Я надеюсь Вы меня слушаете Что касается вечера То нам вчера Очень понравилось Это кафе счастье Мы сегодня опять планируем Куда пойти Кушать Как я говорил Там атмосфера Просто великолепно Шикарная Что ли Очень приветный персонал Очень вкусно кушать Поэтому да Почему бы еще раз не сходить Вечером того же дня Мы опять пошли В ресторан счастье Где попробовал Охрененный Теплый салат С телятина и кабачками Запеченный Под сыром рапаны Побода подошел к концу Еще один день в Одессе Я надеюсь Он понравился А я пошел Монтировать этот влог И спать Потому что день сегодня Был очень насыщенный И я жутко устал Поэтому все Пока И да Еще я сегодня проснулся Утром От дрели Или перфоратора Я не знаю Что это было Но вы видели Я не мог не пожаловаться Все теперь точно Пока И да Я просто пипец Как обожрался Пока